Ах! Чувствую себе этот воздух! Этот благословенный казахстанский воздух, спустившийся с Мидео прямо в Алматы. Я не чувствую, но я в Алматы, блядь. И сразу, да, влог с мата начинается. Нехорошо как-то люди новые, наверное, посмотрят, аудитория казахстанская. Да, ребят, дисклеймер. Я матом ругаться в этом видео буду, потому что я сейчас сразу обозначу свою позицию. Матом я ругаюсь в обычной жизни очень так прям плотно. И не считаю, что если я что-то снимаю, то надо казаться лучше, чем я есть на самом деле. Ну а что касается этого влога, то я в Алматы. Я обожаю Алматы по двум причинам. Первая. Этот город напоминает мне Уфу, мой родной город. Вторая причина. Алматы приютил меня тогда, когда мне это было нужно. Здесь у меня живут друзья, и поэтому каждый раз, когда есть возможность оказаться в этом городе, я сюда приезжаю. На выходных здесь пройдет алматинский полумарафон. Один из, наверное, самых крупных стартов в Казахстане. И я приехал сюда пробежать десятку. Я когда говорю, что Алматы мне очень сильно напоминает Уфу, то у меня вот такие вот картины всегда рисуются перед глазами. Прям такие, знаете, флешбеки. То есть, условно, вы находитесь в центре города, при этом у вас куча зелени рядом, невысокие дома, тихие улочки такие, не очень оживленные, блядь. Ну это просто топ, чуваки. Еще мне нравится, что я здесь похож на местных, местные похожи на меня. Такие тут. Ну, знаете, вот это вот. Вот это вот. Азиатская кровь, во. Ну и одна из самых любимых, наверное, частей моей поездки, моих поездок, это вот выбор квартиры. Такая вот небольшая дизайнерская студия в центре Алматы. Вот тут вот прямо из окна торчит гостиница «Казахстан». Огромные окна, очень много света. Вот такой классный паркет. Светильники дизайнерские. Только на третий день спалил, что тут лампочки просто завернуты в бумажные фильтры для заваривания воронки. И вот такой вид топовый. Тут вот небольшая кухня находится. Я, как обычно, за своим кофедрочерским стафом. Молкой я пользуюсь «Таймо», самый дешевый, за 5000 рублей на фильтре в этот раз. Сварщица в коллабе с ветром. Вообще, обожаю дома, где о гостях заботятся. То есть, приезжает что-то, как была кофемолка, сахар. Порошок даже стиральный был. Офис такой удобный. Садишься, можешь вперед на себя смотреть. Можешь вбок на себя смотреть. Сегодня пятница. Главная цель, короче, первое, люто не забухать. Потому что в Алматы я имею тенденцию забухать. Ну, тут просто атмосфера располагает. Так тепло, хорошо. Поэтому, на всякий случай, забираю слот свой в пятницу. Не знаю, они редизайн, походу, сделали. Достаточно современно так. Добро пожаловать в Алматы и полумарафон. Ждем вас послезавтра. Утром 6.00. Да, время старта, это, конечно, отдельная песня. Я просто охренел, когда узнал, что старт десятки в 7 утра. И находится это вот в таком павильоне. Ну, вообще... Ух ты, блядь. Как в этой штуке найти свое имя? Да не, ребят, ну это нереально. Это вообще просто нереально. Тут можно... Это для безработных занятий. Искать здесь свое имя. Посмотрите, какое экспо солидное. Я бы даже сказал, прямо хуеть, какое солидное. То, чего вы больше никогда не увидите на марафонах в России. О, смотри, что есть. Вот эта тема. Может, уже пора ее попробовать? Чтоб как в Японии уже побежали мы. А это что за бренд интересный такой? Как будто бы... Как будто бы чуваки просто взяли и немножко... Немножко спиздили у Норды дизайн. Монобрендовый бутик Under Armour. Я такое видел только на картинках. Вот такая зона у самого старта. С мерчом тут. Здрасте. Вот так вот выглядит мерч у них. Цвет вольт. Тут, правда, все отсвечивает, потому что мы в зеленых стенках. Выглядит симпатично. Поздравляем, вы в танцах! Казахи, конечно, великие. Они победили эту ебучую бюрократию со справками. Просто пишешь расписку, что если ты откинешься, то никто в этом не виноват. И все. И никаких вот этих вот псевдообследований. Вот такая вот тема. Стартовый набор. Сейчас посмотрим. А что там? А вот тут распотрошен. О! Ёптать! Катюха обанкротится! То есть они вообще нормально решили плюс на минус скрестить. Вот это вот говна сахарного накинули и полирнуть это пастой. Это что, спонсор такой получается? Вообще солидный, я считаю. Нормальное экспо такое, приятное, реально. Выглядит так, знаешь, приезжаешь после какого-нибудь российского старта, где вот это вот там, хот-потей, там, блядь, вот такие вот бренды всякие, полусомнительные, а тут нормальные как бы гармины, вся эта херня. Ну, смотрите, как уютно. Просто красота. Просто кайф. Мне реально это все Уфу напоминает. Есть у тебя такая ассоциация? Да, я сегодня говорил подруге, что очень похоже на Уфу, потому что еще всякие язык тулейки, там, дарилхана. Короче, ребят, я не с ума сошел. Ну, то есть, вот, башкирская кровь, блядь, подтверждает. Подъемы, как чисто в Уфе. Да, и архитектура, как в Уфе. Ну, короче, топовое место. Ох, посмотрите, какая красота. Господи, как же красиво-то, а. Сейчас 5 утра, и это у нас день старта получается. Итак, я сегодня бегу десяточку. Я в Алматы, если кто забыл. Если кто не понял по ландшафту этого дизайна. Ну, посмотрите, какая красота, ну, это же просто жесть. Такая вот темка по этому. Иду по утреннему городу, блин, ну, просто классно. Реально, реально. Утренние Алматы, это, ну, просто Уфа. Сейчас подъедет Ильдар, оператор мой. На сегодня и начнем уже снимать. А вот и мистер оператор. Здорово, ёптвить. Рефери? Нихуя себе. Вездеход на сцену и на красу. Проверим в деле этого башкирского оператора. Через 200 метров поверните налево. Развитая сеть прокатов самокатов. Это просто бич. Единственное, что плохое там городе. Смотри, какая красота. Сюночка Васил, короче. Выплываешь из бара. Вот, вот, вот. Прохладную, утреннюю. Она тебя такая окутывает. И тебе хочется на скамеечке прям прилечь. В парке Якутова какого-нибудь. Ну, после дня лицеистов. Креди. Кредиты уберем. Вот это, ну, смотри. Башкирский мед, ёптись. Насыщенная у тебя такая разминка. Да, просто, блядь, 3 километра в гору поднялся. Активировал. Все активировал, что мог. Наконец-то, ебать. На часах разминка 4900. Увидел стартовый ствол. Короче, с этой подругой у нас спор зашел. Она начала сыпать аргументами за скорую помощь. Что, ко мне приедет скорая помощь? Что, типа, почему бегунам нужно бегать за городом? Ведь есть скорая помощь, которая не сможет проехать. Я говорю, ну, спецтехника, наверное, пропустит. Где-нибудь. Ну, что я могу сказать таким людям? Я не прав, абсолютно. Вот это вот все перекрытие. Зачем развивать экономику города? Привлекать туристов? Совершенно ни к чему. Ладно, заебало меня. Разгнаться. Че уж, блядь, 5 километров. Просто тотальная распизня. Прикинь, нашел чувака со стерлитамака еще одного. Ты знаешь, Костя? Нет. Ищем Костяна. Вот у нас первая пачка. Костю мы здесь не видим. Начинаем отставать. В таком случае и искать Костю. А вот и наш герой. Потом на 180 разворот там. Поверь, ну это просто. Что ты такая хрена? Просто вот так вот лечу. Че-то по кратчайшей траектории никто бежать не хочет. Понял, как это работает? Ну пока что я вижу, как ты работаешь. И ты вообще не работаешь. Тебе супер-изи как будто бы. У нас пока просто плотим. Давай от СССР. Какая там отсечка? Километр есть уже? Два почти. А это кто у нас? Это Канад лежит. Красавец. Ну все, началось самое интересное для нашего героя. Но учитывая, что у него была разминка 5 километров в гору, это для него легкая прогулка. Видите, как он? На 30 метров побежал вперед от своих преследователей. Не зря в Кению гонял. Че ты как? Работать начал. Заметно. Вообще по лицам видно было, что тут уже все начали работать. Впереди ребята трезво начали. С первой пачки бежали. Кость их уже к шестому километру достигает. Давай еще километр, например, чуть меньше даже и путь снова вниз. Отдохнешь. Сколько там отсечка? Шесть. Ну вот, как раз ровно километр еще. Блин, вид тут, конечно, охуенный. Ну вот, и все, блин, роза. Как будто бы кости кочегара. Все говорят топить. Это десятка, чтобы жизненно насладиться. Почти восьмерка. По 327 качем. Меня показывают 17,8 километров в час на велике. Да, блядь, тут просто гора такая, что можно лечь и покатиться. Кстати, хочу обратить внимание на количество ребят, которые трассу охраняют. Каждые 50 метров стоят. Красивый кадр был сейчас. Один километр пока тут осталось. Че, раскатывать будешь? Да нет. Задачи такой нет. Есть задача покайфовать. Ну, тут, мне кажется, все условия для этого. Да, я сейчас просто наслаждаюсь. А вот 9 показывает. Так что мы можем быть людей. Ну, все, 100 метров поворот. Там уже финишная прямая. Десятка-то есть. Такой кайф. Ну, просто пиздец. Я в охуе. Это вообще самый лёгкий старт в моей жизни. Я просто как турист сейчас пробежал чисто за медалькой. Ну, металь-то, кстати, топовая. Из розового золота. Парень, который бежал на первое место с Мишей Кульковым, в тайцах просто хуярил. В длинной форме. Нормально вообще, нет? Финишное золото. Тут вообще просто ого-го. Ещё и душ есть тут. Душ есть? Бля, тут артевалки. Ну, вообще, просто топ. Не, ну это охереть, какой они финишный городок сделали, блядь. Я просто в шоке. Смотри, просто целая зона. Молодцы, бля, не подвели. Чё, как самочувствие? Да, отлично. Ну, типа, просто температ. Вообще, блядь. На Москву какие планы? Планы не ехать туда. Я, похоже, нашёл свои идеальные тапки для стартов. Я не ожидал, что это настолько... Что это будет настолько хорошо. Такая стабильность, такая лёгкость, такая уверенность. Это просто нечто. Ну, во-первых, у них широкий нос, как практически у всех соконь. Если у вас там что-нибудь разъёбанное, типа, пальцы, ещё что-нибудь. Или если возят, например. Есть поддержка. Они достаточно лёгкие для такого вот здоровенного размера. 238 грамм, весит в размере 11 вес. Офигительный верх, просто сетка. Просто сетка прозрачно дышит. Очень мягкий задник. Вообще просто охуительно. Ещё здесь вот такая вот есть прикольная штука. Я в восторге от этих тапок. В канте можете их купить. Прикручиваете промокод и кросс, и будет вам счастье. Это у нас лежат, отдыхают авторы фильма про алматинский бег. Мади и Фарида. Очень советую посмотреть. Классно, что так целое поле отдали на растерзание бегунам. Мне кажется, я первый раз вот реально прям полюбительски так зачилил на беге сегодня. Такой кайф, такой кайф, бля. Но финишный городок, это, конечно, вообще просто нечто. Я не ожидал, что будет настолько здесь круто и настолько классно сделано для болельщиков. То есть ты прибегаешь, у тебя такая длинная колбаса, коридор, и ты выходишь на разминочную арену. Для меня вообще стало шоком, что здесь есть разминочная арена, и сейчас её всю завалили болельщиками. Блин, это просто топ, ребята. То есть вот там вот стадион, где обычно все тренируются, а тут разминка проходит. Очень красиво, и, конечно, всё это на фоне гор ещё к тому же. Как говорят чуваки с Латсрана, instant reaction show. Концепция алматинского полумарафона, она вот сейчас у меня чётко обрисовалась. Это старт реально, чтобы приехать и покайфовать. Алматы, весна, хорошая погода и быстрая десятка. Если вы там не молитесь на какие-то цифры, просто хотите приехать посмотреть Алматы, и при этом хотите как-то что-то побегать, обязательно, просто вот highly recommended. По жрачке в Алматы просто всё волшебно, совершенно. Очень вкусно, и есть вот всё, к чему мы привыкли. Ну, ещё, конечно, тут есть местная еда топовая, и мы сейчас идём вообще... Фу, я показал, что она закрылась. И мы сейчас идём в одно из моих самых любимых заведений города. Асказан, вот такая вот штука. Здесь недорого и очень вкусно, и быстро ещё приносит еду, поэтому мы тут мутимся всегда. Здесь есть веганский лагман, и тут ещё рядом кофейня моя любимая находится. У-у-у, баурсаки. Ну, тесто, тесто топовое, что они делают. Хлеб. А это чай по-ташкентски. Мой отец придумал. Далёкие, сороковые. Вот она, красота, красотишка. Для того, чтобы было непредвзятое мнение, мы позвали наших друзей-мясоедов, чтобы они сняли пробу с мясного лагмана. Ох, ну это вообще просто, ребят, это такой шедевр. Он стоит, там, рублей 300, наверное, но такая конфета. Да, сказка просто. Вот это лагман, вот это не лагман, посмотрите, не лагман. Лагман. Вот это не лагман, вот это лагман, да? Надо по мясу всё оценивать. Ну да, солидно выглядит, конечно. Спокойненько, тихо, зелено, вкусно. Поели мы сейчас там, не знаю, наверное, рублей там на 600 на человека вообще с полным кайфом. Ещё сегодня смога практически нету и горы не заволокло. Вообще не день, а сказка. Что они тут сделали? Что за пластик хоров? Бар тут был раньше. Так славно можно было надраться. Всё в говно скатилось за год. Я, как главный критик твоих влогов, могу сказать то же самое про это место. Мы в Сочи! И здесь всё очень сильно изменилось до того времени, что меня здесь не было. Ох, какая красота! Кстати, вся эта красота мне тоже напоминает Уфу. Невероятно, но я нахожу в Алматы в каждом, в каждом месте какой-то отголосок моего любимого родного города. А это уже не напоминает Адис-Абебу. Великолепно! У нас сегодня хайк. Но перед хайком жрачка. Это заправка. Оп! Здесь есть такая секретная кафешка. Это Азия. Здрасте. Это что такое? Первый сет пошёл. Что это такое? Блин, что это? Пошёл. Не хочу. Проверим, что тут у нас. Ну, вообще выглядит перспективно. Это ложка. Я так еще не знаю. Ну, ложка прикольная. Для ведро это стоит примерно семь сотен, короче. Нормально. Ну, на пять подели. Насчёт того, что это лучший веганский суп ЭВА, я, конечно, не согласен. Потому что, например, в Питере можно в Слюрпе сожрать за 400 такой, блядь, таз просто и банёшься. Ну, он хорош. Ну, и как бы место прикольное. Вот. А если вы еще мясоед, то, наверное, вам здесь вообще понравится. Вспомнил я, вспомнил, что есть у Алматы еще один минусочек такой, помимо самокатов. Это еще Traffic Jam. А в Кении тоже вообще-то есть. Так что сейчас жалую. Сегодня последний день мой в Алматы. Улетаю я уже вечером. И по хорошей традиции я, как всегда, ебланил, ебланил, бухал, отдыхал, веселился. И оставил поездку на БАО, на большое Алматинское озеро на последний день. И тут уже погода так немножко подиспортилась, но все равно просто обалденно. Посмотрите на этот вид. Это просто fucking amazing. Выглядит, как декорации для сцены последней битвы в Хоббите. А вот там, вот там вот, за туманом и за горой, в острове примерно, километров 40, если по прямой бахнуть. КОНЕЦ В прошлый раз я был на БАО. Было просто уже капец тепло. Озеро было такого голубого цвета, как на вот этих фоточках. А в этот раз, это еще пиздец. Зима, руки уже мерзнут. Но я вообще рад, что мы приехали сегодня в не самую такую прогулочную погоду. Прикольно. Люблю разнообразие. Посмотрите на эту красоту. Уф. Пиздец. Серега бы, конечно, этот цвет оценил. Ё-моё. Для меня в Алматы вот два главных развлечения. Это всякие тусы с друзьями, там, кафешки, хуешки и поездки куда-то на хайкинг, блин. И в этот раз мы поднялись еще выше БАО на космостанцию. Она реально называется космостанцией. Блядь, посмотрите, какой вид, сука. Оф. Космостанция это местечко, где сидят какие-то научные работники, что-то изучают. И вот тут, вот тут вот видны сейчас следы от лыж или от сноубордов. То есть сезон еще не закончился. Как вы можете заметить, снега еще полно и народ во всю катается. Ну а мы сейчас будем закатами любоваться. Просто полюбуйтесь на это. О, боже мой. Невероятно. Impossible, unbelievable. Просто капец. Заказы отсмотрены. Можно с чистой совестью уезжать из Алматы. Я думаю, что все самое классное я вам показал. Повторюсь, я считаю, что лучшее время для посещения этого прекрасного города это апрель. Здесь можно еще при желании, наверное, даже и покататься. Ну вот тут фрирайд. Кстати, заехали мы в облако. То есть облако заехало в нас. И сейчас ощущение как в Утене. Только на 20 градусов холоднее. Блядь, ну кайф, конечно. Такая красота. Природа, она такие фантастические вещи мутит. Ой, блядь. Ой, блядь. Ну и красота, конечно. Блин, насколько же антуражно это место, а? Просто пиздец. Был поход в баню Арасан. Блядь. Это просто, чуваки. Это разъеб. Absolutely top level. Вот я могу просто всем порекомендовать. Невероятных, огромных размеров комплекс. Я не знаю, сколько туда можно впихнуть людей. Вот это вот все. Это вот все баня. И внутри это тоже все баня. Там есть все. И вот если вы пригнали сюда на забег, то обязательно сходите. А-ра-сан. Ну и что еще классно, баня находится в самом центре. В офигенной такой локации. И отсюда можно вообще с таким кайфом куда-нибудь замутиться, пожрать после этого. Ну просто идеальное завершение любой поездки. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...